Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у нас автомобиль Toyota Caldino 2003 года выпуска в 241 кузове двигатель 1AZ двухлитровый автомат на этом автомобиле мы сегодня заменим масло и масляный фильтр в коробке автомат поднимаем автомобиль, сливаем масло и откручиваем поддон поднял автомобиль откручиваем пробка болт на 14 масло с грязью красненькое, но с грязью сливаем масло слили теперь по периметру откручиваем все эти болты и снимаем поддон все, все по периметру открутил болты отрываем поддон откручиваем масляный фильтр крепится он здесь тремя болтами сейчас у нас с него побежит дополнительно масло касаемо масляного 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 поддон сливаем масляного масляного Честно говоря, масло и не побежало, все стекло. Сетка здесь металлическая, этот фильтр можно было и помыть, но так как мы его взяли, устанавливаем новый. Берем новый фильтр, фильтр мы взяли не оригинальный, взяли фирмы ZIGMAR Z15184R, а прокладку, она идет и с фильтром в комплекте, но прокладку мы взяли оригинальную. Распаковываем и устанавливаем. Процедура эта не сложная. Можно сделать каждый. Подтягиваем фильтр. Чистим поддон, моем, протираем посадочное, обезжириваем поддон, обезжириваем посадочное и ставим на новую прокладку. Протираем обезжиривателем. Обычно обезжириваете. Прокладку берем тойотовскую, номер 351-68-12060. Вот такая вот. Устанавливаем на поддон и ставим поддон. Поддон помыл, почистил, магниты тоже почистил. Стоянно 8-5. Хорошо. Нет. Звучит так. Наживляем с четырех сторон, чтобы у нас прокладка легла ровно. Наживляем по периметру. И подтягиваем. Поддон протянул. По кругу прошелся с небольшим усилием два раза. Закручиваем пробку. Поддон пока не протираю. Сейчас заливаем масло. Заводим. Прогоняем во всех режимах. Прогреваем и сливаем. Опускаем автомобиль, заливаем масло. Заливаем масло. Здесь у нас щуп на этой коробке. На щупе написано какое использовать масло. АТФ тип Т4. Использовать будем не оригинальное. Идемитсу. А, Татачи. Вот такое вот масло. Номер его 45 62 37 469 10 25. Если заказывать. Ставим воронку в щуп. Так, шланг одел. Воронка не влазит. Затлакаем ее через шланг. И потихонечку вливаем масло. Первую четверку вливаем полностью. Потому что масло слилось больше 4 литров. Ну так как мы еще банку будем использовать. Уровень мы выставлять сейчас не будем. Вливаем и заводим. Масло чистенькое. Красненькое. Так, ну все. Одну четверку влили. Ставим на место щуп. И заводим автомобиль. Ставим на место щуп. Да, выпало. Как тухлец было. Масло обвадяет. Тухлец. Какое-то. Запускаем. Погоняем по всем передачам с задержкой примерно 5-7 секунд на каждой передаче. Для чего это делаем? Чтобы все каналы, которые у нас открываются для переключения передач, продавило свежим маслом. Все, два раза прошлись туда-обратно, теперь можно поднимать автомобиль и сливать это масло. Подняли автомобиль и откручиваем сливную пробочку. Маслица уже видно, чистенькая даже по головке. Сливаем. Все, слили масло. Закручиваем, подтягиваем пробочку. Берем очиститель карбюратора, смываем вот эти подтеки масляные. Закручиваем. И протираем. Протираем или продуваем компрессором и вот эти разводы маслянистые не остаются. Опускаем автомобиль и заливаем еще банку масла. Вытаскиваем щуп. Вставляем шланг. И заливаем еще банку масла. Залили масло. Заводим, прогреваем и меряем уровень. Вот на щупе видно. Чуть-чуть добавим. Вот на щупе на горячую нижний уровень. Это на холодную, это на горячую. Сейчас еще коробка больше прогреется, уровень поднимется и на горячую будет по верхней точке. Также на щупе есть маркировка тип Т4, если кто масло не знает какое подобрать. На этом все. Замену масла и масляного фильтра в коробке автомат мы закончили. Всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok